ребята всем привет сегодня я решил вам взять небольшое видео про заказ посылки с германии по факту с сайта music store сколько я заплатил за доставку сколько заплатил за товар как пришла мне посылка в каком состоянии и сколько мне пришлось потратить времени чтобы забрать ее с таможней поэтому смотрите это видео здесь все это вам расскажу погнали итак начнем с того что я собирался заказывать что шуры sm7 b и вот такой да у нас россии вот на 32 тысячи было и такой цифровой микшер называется с helicon go xlar он здесь стоит самый дешевый по моему 26000 находил в средняя цена тридцатка грубо говоря в россии у нас это у меня бы вышло бы 65 тысяч без доставки пускай там полторы тысячи еще доставка 66000 здесь я мог бы это приобрести в принципе в течение там 10 дней в черниховск мне в калининградскую область он бы пришел комплект ну я не ищу как бы простых путей поэтому начал искать везде и нашел на таком чудо сайте music store и professional это сайт находится в германии в кельне у них там база вот здесь мне это вышло все в 584 евро доставка 20 евро у нас получается вышло 604 евро 10 центов давайте посмотрим алкулятор евро алкулатор евро 4 евро с доставкой давно дра евро 404 . 10 то есть мне вышло это 44 544 рубля 46 копеек то есть 45 тысяч грубо говоря это уже на 15 дешевле доставка ну все вроде классно да как это все делается как оплачивать то есть мы выбираем товар тут набираем на этом шуры там шура smb допустим нам надо smb до нажимаем здесь кстати есть русский язык на сайте вы можете выбрать он приблизительно пока сколько стоит в рублях допустим 22 тысячи у них стоит микрофон у нас в россии да как я показал вам 32 ну может быть за 28 где-то найдете там вот нажимаем добавить в корзину он у нас появляется в корзине давайте допустим добавим предлагает нам шнур стойку нам от не надо разница есть такой еще сайт немецкий называется туман да многие там заказывают принципе ты цена та же самая вот видите да примерно ну чуть подороже мошур но он здесь проводом уже идет провод xlar отдельно докупал но здесь доставка стоит не 20 евро 40 то есть 3000 за место полторы поэтому я рискнул и выбрал music store мы добавляем в корзину интересующий нас товар далее что нам надо мы можем оплатить paypal paypal что он нам дает то что если что-то случится с товаром мы можем открыть спор с paypal и будет проще вернуть деньги чем вы просто оплатить карты я по заморачивался с paypal и забил фиг короче просто положил деньги нужны на карту сбербанка получается просто русский день положил 45 тыс грубо говоря зашел войти здесь вам предлагают до paypal либо карта я выбрал карту вот стандартная доставка 20 евро нажал карту перейти к обзор за катарит оплатить да там идет и нажал наверно нажал оплатить ввел свою карту фишка в том да вот окончательная цена якобы у меня там было сколько я считали до 40 там четыре с половиной до плюс как бы у вас все здесь оплачивается в евро у вас на карте если рубли он будет конвертировать рубли по курсу евро на этот день то есть где-то еще полторашку вам придется заплатить за то что сбербанк перейдет рубли в евро вот где-то еще полторы тысячи прибавляем получаем 46 тысяч уже посылка нам обошлась 46 д вот мы заказываем нам приходит такое письмо что мы оплатили сейчас я вам покажу я сначала хотел сделать заказ по предоплате но по предоплате один фиг надо вносить деньги нет такого что вам придет посылка вы ее посмотрите потом оплатить нет такого предоплата это считает то есть снимаются у вас деньги если что-то случится вам проще будет вернуть вот я все оплатил мне пришло вот такое письмо чирик чирик тут номер заказа 504 евро что он хоть переведем спасибо за заказ шум зрители свящие данные ваш заказ был присвоен следующий порядка и номер тарарара вот прикреплен pdf файлы посмотрим что в нем нем вот такая бумажечка номер нашего заказа и здесь сумма до товара и сумма доставки вместе что 4 я вот такая бумажечка все классно 18 получает 17 февраля и оплатил вечером вот такое мне призму пришло получается 18 числа они отправили посылку прислали мне вот такое письмо да давайте перейдем здесь что написано что 26 февраля якобы можете она предполагаема дата когда посылка придет ко мне домой напоминаю я живу в калининградской области от кельна до меня что-то там 200 может километров может быть больше меньше короче где-то езды там 20 часов на машине на вот они про 26 18 они отправили то есть получаем 8 дней грубо говоря неделю что в этой бумажке примерно придет 26 что одним бандеролем все это отправлено в одну коробку здесь то что мы заказали тарам парам помпа парам мы отправили dhl до границы идет посылка фирмы вот dhl потом передается наше чудо почте россии дальше она уже вам компонсирует мозг здесь прислали вот такие штуковины что это такое то же самое сумма темы заказали а вот это это черт побери не знаю что вот все посылку они отослали я начал радоваться здесь по ссылке получается где-то можно отследить нашу посылку сейчас я вам покажу ответить перевод вернут вернут нажимаем order 3 отследить трек вот наш трек номер сначала у нас слежется dsl потом как дойдет до границы номер будет отслеживаться на почте россии здесь мы смотрим вот он нам показывает первым полом 18 отослали вот он 4 его забрал числа уже вот здесь он отслеживается сначала на сайте dhl мы находимся потом когда здесь будет надпись что передали почте россии уже переходим на сайт почте россии вводим этот номер вот так копыруем сюда допустим ведем чирик они робот я не робот короче ему тут не нравится набираем почта россии почта россии после того как на границе уже германии передали почту нашу почту нашу посылку в почту россии она уже отслеживается на сайте почте россии во им трек это вот нам все показывают вот получается 18 они отправили 21 покинуло место транзита то есть с германии она улетела в россии 6 не но не отображался я уже начал переживать как бы мой полтос куда он делся блин улетел ничего не отслеживается я уже расстроился ну я думал как нормальный человек что они пришлют мне посылку с германии тупо в россию до как бы калининградской области 200 километров нет границу перевезут и отдадут но нет они отослали эту посылку сначала в москву это самое главное москву в другую сторону она улетела до прилетела в москву и тут у меня высвечивается канат направлено с таможенным уведомлением и тут я начал переживать что такое таможенное уведомление смотрите мы заказали посылку да она у нас стоит 604 евро 604 евро да она у нас стоило соответственно какие у нас сейчас в россии таможенные пошли пошлины то есть если вы заказ и заказ на более чем 200 евро остальная сумма вам придется оплатить на нее таможенный налог 15 процентов от этой суммы допустим я заказал на 600 вычитаем таможенную разрешенную пошлину 200 евро остается 400 евро вот от 400 евро нам на таможне еще придется заплатить 15 процентов это 4000 примерно потом прикреплю сканы где это оплачивал 4124 рубля мне пришлось еще заплатить то есть посылка 46 тысяч плюс еще 450 тысяч по факту выходит посылка вот но об этом попозже уже получится 50 да вот таможенные ограничения направлено с таможенным уведомлением допустим если у вас превышает сумма до 200 евро обычно приклеивают наклейку с уплаты таможенной пошлины мне приклеили с таможенным уведомлением то есть у меня там может быть коммерческие какие-то товары допустим 150 микрофонов заказал хочу перепродать и у них есть какое-то подозрение что я типа не частное лицо какой-то магазин они приклеят такую наклейку приклеили мне наклейку она шла 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 и пришла ко мне получается 3 марта 18 отправили короче две недели через москву ко мне доставили посылку которая магазин от меня находится 200 километров вот я прихожу на почту получается мне там вручают обычное уведомление на получение товара на нем написано посылка с таможенным уведомлением что делаю я дальше я еду на таможню который от нас там 10 километров находится недалеко принципе я беру такси еду туда плачу за такси уже первый раз приезжаю туда показываю бумажку говорю что у меня там что с собой какие документы надо первую очередь нам нужен паспорт и ваш нн обязательно с собой туда берите они берут к нн на вашего и паспорта вот далее мне дают таможенника я с ним еду на почту беру опять такси еду с ним на почту он скрывает мою посылку смотришь что там переписывает все бумаги 5 заказывают такси мы ем опять таможню там они решают можно тебе выдать ее либо сколько ты должен оплатить там я провел с 3 по моему до 7 4 часа они не могли решить мой микшер пульт вообще с семнадцатого года был запрещено и ввозы микшер пультов потому что это какие-то вычислительные машины якобы предназначение фсб мне нравится они их вообще через почту не пускают возможно связи с этим не приклеили наклейку с таможенным уведомлением я проторчал там до 7 вечера мне дали вечером бумажку об оплате на 4000 на сей день с утра я поехал сбербанк оплатил 4000 взял этот чек я прикреплю кстати поехал с ним опять в таможню на такси отдал им получается что я платил подождал опять где-то минут 30 мне дали кучу бумаг этом расписался везде мне дали бумагу о том что я могу прийти на почту и забрать все-таки свое чудо посылку я беру эту бумагу еду на почту отдаю куча бумаг что мне разрешен как бы разрешено забрать посылку и все-таки мне отдают посылку 4 марта в итоге как мы с вами смотрим посылка стоит 44 500 конвертация в евро еще полторы тысячи это 46 тысяч 4000 налоговые сборы это 50 тысяч и такси где-то раз я 6 заказывал там по 100 рублей короче 51 тысяча вышло мне вот эти девайсы микрофон и микшер у нас бы как я вам показал примерно 60000 бы это стоило плюс доставка ну может где-то по 25 тысяч можно купить принципе цена вышла бы может быть такая же где-то если закупать на какие-то праздники по скидкам принципе за эту сумму можно это было купить здесь так что думайте ребята надо вам это или нет поэтому лучше переплатить купить где-то в россии вам придет и вы забудь чем вы будете переживать каждый день отслеживать эту почту не потерялась не разбилась вас посылка на таможне вас могут вообще развернуть не отдать вам посылку в общем вот такая история все сканы оплатам чеков вам прикреплю поэтому ребята кому это видео зашло понравилось может быть помогло ставьте лайк подписывайтесь все подписки я вообще уважаю всех кто подписался очень радуюсь новым подписчикам вот заходите на стримы всем пока до скорых встреч с вами был канал черных style и Продолжение следует...